Жалко, что нет у вас этого пучков. У меня они должны быть. Девчонки все приносят с собой. Вот здесь вот, по-моему, годен до 22-го года. Кому, например, удобнее за жизнь приходить со своей косметикой, мы не запрещаем. Вы задерживаете следующего гостя. Я имею право вопросы задавать по процедуре. Все тесты за 6 тысяч мазать на клиент. Всем огромный привет. Ну что, мы с вами отправляемся в каком-то смысле в легендарный салон, потому что его название совпадает с названием профессиональной косметики Бабор. Не знаю, как правильно Бабор может. В общем, куда-то там ударение. Очень часто вот таких как бы очевидных названий. Вообще супернедокладное произношение. Поэтому, я думаю, все знают, как пишется. И, если честно, ну, наверное, любой человек, который увлекается уходом за кожей, пробовал эту косметику. И я в том числе. Впечатления у меня остались тогда максимально положительные. У них много срез с хорошим составом. Ну, так вот, кто не знал, есть салончик в Москве с таким же одноименным названием. И, что интересно, там оказывают абсолютно широчайший спектр услуг, включая укладки, макияж, стрижки. И на макияж мы с вами записались. Салон позиционируется как небюджетный. Макияж там стоит 6 тысяч рублей. Но собака порылась в, как всегда, в классике. Потому что не визажист меня будет красить. Блин, а стилист, елки-палки. Причем стилист, который еще делает укладки, ртачки, колорирование и все виды работы с волосами. Крайне редко случается, когда многопрофильные люди делают классный макияж. Ну, в общем, не знаю, скребут у меня кошки на душе. За такой ценник, за 6 тысяч, конечно, никаких там, типа, закрываний глаз на очевидные недостатки быть не может. И я рассчитываю, что сервис будет и результат на очень высоком уровне. Погнали. Так, ну что, потихонечку с вами подходим. Институт красоты бутик Вобор. Рядом Москва-Сити. Сейчас посмотрим, насколько содержание соответствует оберзке. Здрасте. Алена, вот сюда. Удом не неудобно. В кресле неудобно, потому что ужасное кресло. Мне кажется, ну, там... Я не смогу меня под спинка вот так, где... А, а нету со спинкой стула? Нету. Нету? Попробуйте, если не буду, то... Да, уже не, не, ну, конечно, сидеть вообще. Должно быть. Должно быть. Должно быть. Сейчас, давайте, Надя, как будет. Потому что это, получается, как на табурет. Вы же видите, да. То есть, мы придаем вазь, когда вы делаете, я не могу это сделать тоже. Больная спина у вас. Да, да, да. Да, я хочу сюда вас посадить просто и сяду сама. Это не у нас специального такого кресла. Я вас прекрасно понимаю. Попробуйте вот. Со спинкой? Ну, со спинкой получится, наверное. И вот на такую штуку на порте плац. Я хотела ваши деньги посмотреть и, может быть, выбрать фотку какую-нибудь. Выберем. А какой самый у вас яркий? У меня? Да, да, да. Нет. Ну, может, из тех, что есть, покажите самую открытию. У нас бабы очень такие, сдержанные цветами. Пучки будем еще клеить? Нет у нас. А, нет у вас? Да, девчонки все приносят с собой. Вы общались с нашими девчонками, а мы записывались сами, оказывается. Сейчас я посмотрю, что мне писали. Ну, кажется, у меня про пучки ничего не спрашивали. Так, добрый день, вы записаны. Подтвердите запись цифры 1. До встречи. Все, напоминаем о визите. Хорошо. А вот. Ясненько. Ну, конечно, блин, вечерний макияж за 6 тысяч уже можно и реснички. Я тоже так люблю. Не вы покупаете косметику? Нет, не могу купить, но просто мы не попросим, вопрос не решим. Не решите, с кем? Да, не важно. Просто ресницы надо покупать, потому что эти пучки. И всем, кто записывается, я говорю, чтобы они приносили с собой. Да? Что-то мне не сказал никто. Ну, ты их спросила, потому что... А сфоткайте себе макияж, чтобы перед глазами он был. Просто так проще будет, да. Чтобы я уже думаю, чтобы я уже ориентировалась. Косметика вся профессиональная, вот это одноименная, да? Да, да, это Бабр у нас. А, ударение Бабр, правильно. Бабр. Если бы знали, что вечернее будет, и все бы что-то... Я здесь бабуся бы классно. А, нет у вас оповещения, что записан человек, чтобы могли бы что-то... Есть, я же вижу. А, а в этот раз не случилось такого? Есть несколько оттенков теней, пудра, румяна, бронзер и такие тени. Румян два основных цвета, да? Теплый, холодный. Бронзер и корректор. Там есть пудра матовая, есть вот такая вот для этой пудры. Она очень натуральная, мелкодисперсная. Выглядит красивенько, да? Да, она очень красивая. Тени комментированные очень хорошие. А вообще здесь же у вас уход за кожей, да, Бабр? Да, да, уход. Можно приобрести у вас, да, если что уходно? Естественно. Вот то, что вам рекомендует косметолог. Так, а это что такое? Тоник такой? Да. Арома сплэш для лица и сеть. Будем его мы применять. Подождите, сейчас сниму, как называется. Чтобы кто захочет, может, ну, хочу. Конечно, классно было, если вот к вам записываешься на макияж, можно что-то из ухода попробовать. Вот, давайте вот это решим, потому что если будем пошагово, то это я сейчас время потерпу. А, нет, давайте не пошагово, как есть. Потому что есть тут пошагово, это называется как... Обучение, да? Обучение, да. Можно будет нарисаться, что за все. Ну, давайте тогда оперативно сейчас. Оперативно, но такие стрелки, и такие оперативно. Но растушеванная стрелка-то получается. Растушеванная стрелка, а потом растушевывать ее надо. У вас есть что-то на лице? Крем, да, есть. Странно, что вот эта штука до 22-го года. Крем есть. Мы на него наносим или лучше? Ну, я бы попробовала ваш уход вообще. Мне бы интересно было. Давайте. Если бы был какой-то сомнительный уход, я бы отказалась, скорее всего. Но так как это Бобор, профессиональная марка, ценник на одно средство варьируется в районе 10 тысяч. Ну, там довольно хорошие составы, по 20-30 тысяч одно средство, да, есть? Считаем, что все-таки как-то он обоснован, состав этот. То есть они достаточно качественные должны быть. Я вас не делаю, как вы это. Теперь мне кажется, я вас где-то... Где-то видела. Ну, сейчас же все соцсети ведут и так далее. Протираем лицо. Просто, знаете, у меня такой вопрос, что вот здесь вот, по-моему, годен до 22-го года. Это от него наклейка, вот. А, точно, это от 22-го. Слушайте, а что, будем делать или у меня нет? Желательно просрочка не надо. А есть что-нибудь? Я не знаю, почему нет. Просрочка или нет, кстати. Так кто-кто следить должен, если оно для макияжа? Они не надо следить, они следят здесь сами. Сами как? Да, я не слышала. Сейчас следите. У нас прогорочка только у нас тоже будет. Можно я еще вот это вот посмотрю на всякий случай, чтобы мне не нанесли? Это все нормально, да? Да, здесь хорошее. Обычно все проверяется, и краски, и... Кто проверяет, это администратор должна? Обычно кто работает на этой услуге, свой материал проверяет, нет? Ну, наверное, в каждой, может быть, организации по-своему. Так, пробнички. Здесь два средства. Тонер и клинсер. То есть это умывашка и тоник. Это тонер, да? У вас же крем просто? Да, да, да. Это можно тонер. Протереть лицо перед макияжем, да? А такого нет, что прям полноценный ход перед макияжем пробует человек? Только у косметолога, да? Наверное, да. Если же у нас компьютерная там вот определяет. Состояние кожи, да? Состояние кожи, да. И какому типу принадлежит? За ушами даже надо. Междунатор тоже протягиваем. Дональник. Дональный. Это увлажнение. Попор. Да. Главное, может, под глаза. Я за него больше всего переживаю. Потому что там самая тонкая кожа. Он очень дайфи и очень деликатный. Почему перегружать тоже нежелательно. Потому что у вас хорошая своя кожа наполнена. И если вы целый день хотите с макияжем проходить, лучше не перегрузить. Чтоб он не поплыл, да? Да, да, да. Так я сначала капелюски расставляю, а потом распределяю. Как ощущения? Мне кажется, я вся кисточка в себя впитала, нет? Нет. Я, например, иногда, когда знаю человека, могу руками. Но я вот крем, соответственно, не руками. На глаза тоже, да? Чуть-чуть, да. А услуга обучения макияжа тоже у вас можно взять? Да, пошагово, к какой кисти, что наносить, куда, зачем нужно наносить. Каждый продукт, да. Смотрите, там часа одна цена, а два часа уже другая. Там и передает консилер. Строго в уголках, да? Где, получается, синяя, видите? Синяки, что ли? Да, не синячки, а такие венки там. А нет такого, чтобы вот кисточка, допустим, не аппликатором, а кисточкой наносите? Вот. Аппликатор же сам по себе этот консилер работал. Ну да, я имею в виду с тюбика, чтобы не аппликатором. Не делайте так. Делаем? Вы видите, тут вот так вот? Вот так вот, да? На руку, либо на палетку. Делаем, да. Когда клиент попросит или... Когда клиент просит, да. Просто вроде так гигиеничнее же. Оно ничего не будет. А? Ну да, гигиеничнее. Думаете, ничего не будет, если аппликатором? Получается, чужой глаз, потом следующего, да, этим же аппликатором. Слушайте, ну я же не в глаз лезу. Просто с поверх кожи, естественно, кожу смотрю, чтобы никаких раздражений. Угу. Вот это правильно говорите, что надо следить за этим? Ну да, многие же болячки, они бывают, у них инкубационный период, когда они уже есть, а их не видно. Мы вот должны убрать эту красоту, да, вот, потому что не ваша красота, это как, так вот, ну как... А где, где красота? Вот видите, более розовая под глазом, вот так вот проходим все. Скрываем эти, вот сейчас тоже здесь проработаем, видите, вверх. Сосудики там. А бывает такое, что прям видите, что уход нужен для кожи? Да, ну там бесполезно класть аж какой-то там майка, потому что все собирается, чуть ничего не ложится. Когда заветриваешь кожу, да, на усыпки типа, вот понимаете, да? Там, после моря тоже вот такое бывает. Угу, пересушено. Да, пересушено. И в мейкап вообще не ложится. А как вы отправляете домой человека? Говорю им по факту, то что у вас сейчас вот макияж будет... Криво-косов. Если, допустим, уход активно нанести, тоже не поможет? Нет? Либо надо маску делать, да? Ну, это тоже иногда чаще приходит быстрее им надо, вот этот мейкап, понимаете? Лучше сделать масочку дома там, или, я не знаю, прийти заранее там сюда к нам, для маску. Да, есть такие средства, конечно, у меня таких нет. У вас тоже вот здесь вот раздраженное, наверное, не знаю, может быть... Вокруг носа, да. И поэтому может ложиться тоже неровно. Ну, ничего страшного, как есть. Вот, уже красиво. Красиво уже? По-равнему есть. Угу. А времени сколько обычно уходит на макияж? Ну, я, например, вот такой макияж, ну, не каждый раз делаю, поэтому у меня немало уходит времени, где-то час, по-параду. Угу. А самое сложное, именно вот эту стрелочку рисовать, да? Нет, стрелка нормальная, просто вот эту растушеванную уже мы будем тенями дорабатывать. Угу. А обучение макияжу сколько стоит у вас? Я забываю о том, сколько-то ручки там, надо у Карина уточнить. Рен, ну-ка на меня. У вас классные эти свои реснички? Жалко, что нет у вас этого ресниц пучков. У меня они должны быть. Да. Как на стрижку со своими ножницами, на макияж, что же, косметика, ресницы. Ну, знаете, я не знаю, так вот. Бывает, что чего-то нет, но тогда говорят, что вот, пожалуйста, у нас отсутствует. Ну, либо логичнее просто, что покупают под клиента. Это, конечно, я думаю, не должен клиент сам там это все искать, покупать. На меня? На меня? Ой, как в цирке прям. Али-оп! Ну, потому что я должна видеть, куда она идет. Ну, как раз таким армейским голосом. А, ну, извините, это не за злость уже. А, спрашивали, сколько об учении макияжа? 15 тысяч. 15 тысяч? А сколько это? Два часа? Можно я не привозить стоить. Можно, не стоите. Полтора часа 15 тысяч. То есть, первым делом нам нужно нарисовать стрелку, а потом будем ее растушевывать. Да, да. А так у вас еще какие-то цвета дома, да, есть? Да, у меня там полно палеток просто красивые, ну, такие. В каком случае вы их приносите для клиента? Когда у меня нет, у меня сейчас машины нет, я отдала ее на ремонт на каршеринг. В каршеринг не помещается? Ну, это очень много я тащу, и фены там, очень много сумочек. А так, если один раз привезти, оставить? Я же смогу и выезжать там, куда-то там, ну, я свою уже косметику вожу с собой. Здесь же Бавар. Я первое время привозила, потом уже так устала это все привозить, и я же люблю со спиной этой. Просовыбор, конечно, такой немножко скромно-грустный. Самый необходимый минимум. Согласна с вами. Палеточки по четыре почти одинакового цвета, коричневого. Двое румян, две пудры, один тональник. Так, стрелочки готовы. Раз и два. Не более глаз. Другой формы. Форма другой. Мак? Маком, ага. Так, мне еще принесли... Это арахис в кунчутном, коричневатый такой, мне кажется. Давайте на вас все смотрим. Мне кажется, главное взять умеет, а мне принципиально прям чуть-чуть он в коричневый. Мне кажется, в коричневый хорошо будет. Ставим много точечек. Идем наверх чуть-чуть. Думаете, там тенями, да? То есть не карандаш растушеванный. Не обязательно агрессивно делать такой же. Мне кажется, из-за того, что мы на закрытый глаз рисовали стрелку, видите, когда я ее открываю, она немножко как будто ступенькая теперь. Нет, мы сейчас ее можем вот там немножко продлить. Продлить? Проблема, да. Лучше, да? Да, да, да. Кто пишет в этом чатике закрыто? Про то, что дорого? Нет, я, да, да, из Москвы все же, да, и девчонки. Да нет, не все, конечно. 6 тысяч, это же не только макияж. Но в целом оценивается, какая косметика, есть ли предварительный уход, сколько раз мы корректируем, да? Сразу мы сделали, что хочется. Или там 150 раз переделываем, что-то корректируем, мучаемся, сидим. А я даже не знала, что это все влияет. И как бы складывается в итоге общее впечатление, в частности, ну вот здесь, из того, что как будто бы, ну, очевидно, дорого, из-за чего. Это вот то, что косметика вся тестер. В принципе, это неплохо, это на качество не влияет. Но, конечно, визуально, вот эстетического удовольствия за 6 тысяч, конечно, не испытываешься. Вот эти вот упаковки прозрачные, как будто бы одноразовые. Смазываются эффекты. Да, и в среднем по Москве уже за 6 тысяч это уже люкс. Ну, там какие-то продукты есть, расходники, карандаши, там, гель для бровей, например. Бюджетные, но в целом это много люкса. Ну, это точно не один тональный крем. А там есть несколько из которых выбрать с разным покрытием. Там увлажняющие более стойкие, например. Ну, это палеточки красивые. Хотя бы есть там несколько. Я вам не вас вот поняла, я сама, короче, в этой теме уже давно. Но не такой вот именно вообще. Бабар тоже хороший? Я к тому говорю, что да, когда выбор есть. Ну, да, вот именно насчет адекватности стоимости. Что, когда ты приходишь и, конечно, вот такой спасной бюджет, какая-то просрочка. Один единственный уходовый продукт. Ну, да, она единственная и была. И, простите, это у нас вообще просрочки нет. У нас все. А как он был, бежал. Ну, был, был, был. Вот эти тестеры, ресничек нету, цветов нету. То есть, хотя бы, ну, какие-то оттеночки там, хоть какие-то. Даже в рамках нюда все равно бывает, что есть там фиолетовый, какой-нибудь бордовый, винный, померческий макияжный. Есть уже разные варианты, из чего выбрать. Так, чтобы четыре палетки, но везде вот коричневые, два светлых. То есть, по сути, они одинаковы практически на глазах. Ну, реснички тоже, конечно, хотелось бы. Они бы просто вытянули. Потому что иногда, если там что-то косяки, но ресницы красивые, они очень сильно макияж украшают. То есть, после глаз и уши взамен, кстати. Взаменитесь? Да, обещаю. Приходите, и я потом вам покажу. Я не хочу, чтобы вырос на поделились, серьезно. Потому что я делаю в душе. А получается, это нечего не видно. Не критика, это не критика. Ну да, просто вот я сижу, понимаю, что мне надо отдать 6 тысяч, а как бы ожидания реальности очень сильно расходятся. Вот такой цвет оскайм. Ну, я не знаю, видите ли, нет? Там у нас просто белый был, но его нет. Немножко вот в эту розовенькую. А, розовенькую. Только фиолетовый. Здесь я больше жемчужины вижу. А я же колорист. А я же вижу, да, вот. У меня как бы вопросы, как цена у вас формируется. Исходя из чего? 6 тысяч это как бы уже выше среднего. Ой, больно. Больно? Да. Не знаю. Может, администратор скажет. А не подскажете по формированию цены? И вот у вас, смотрите, косметика, тестеры. Несколько штук. Ну, то есть, очень мало там всего. После нового поработала, у вас сама декоративная линия, она не расширена. Все, чтобы обратить внимание, даже на ажстенд. Угу. Так много вариантов представлено. То есть, это весь исчерпывающий список бабр, у него больше ничего нету? Угу. А что за оттенок? Можно глянуть. Ivory. Ivory. А что он такой темный? Он не темный. Не темный? Ну, то есть, если хочется яркий, то, получается, клиент пролетает. Не на чем. Яркий, как правило, оттенок не нет. А реснички. Ну, вот, в вечернем... Куда у вас? Я не может прийти, например. Со своими. Да, если пообщался с администраторами. А как вот я могу, если я записалась, догадаться, что мне, оказывается, свои, само надо купить ресницы? Как правило, знаете, просто клиент приходит, с какого запроса нет, они не надо запросить. На ресницы нет запроса? Для вечернего макияжа? Слышно, я говорю, нет запроса. У нас здесь такое зерно-зерно. Здесь не хочется, чтобы сделать, например, вот эффект ресничек. Да, я понимаю, что есть, например, студии, вот конкретно по макияжам, по прическам. Конечно, там вот этот ассортимент, он максимальный. У нас здесь это не основная услуга, поэтому в данном случае вы нет. То есть наш салон вообще специализируется конкретно на косметологическое тело. А парикмахерский зал, пейзаж, для тебя сервис это все-таки стоящие услуги. А тогда откуда цена такая? То есть под макияж не основная услуга ничего не покупаете? Ни ухода предварительного. Иногда бывает, что можно перед макияжем очищать лица и попробовать несколько продуктов. Тоже у вас это не предусмотрено. Ну, то есть все так вообще по минимуму, ощущение такое, что прям, знаете, такой эконом вариант. Еще эти тестеры, если честно, вообще. Я вот видела последний раз в очень экономных салонах, где там макияж 12,5 стоит. И у вас за 6 такое роскошистое. Здесь у вас еще раз пасцинация, у нас падается. Есть продукты, которые мы на вас наносят. Вот эти тестеры. Бабер Эндедак. Неэконом сегмент. Три тестера, даже если он неэконом, это все равно очень грустно выглядит. У вас уже девушка отмуждает. Просто у меня, видимо, и профессиональная деформация из-за того, что я часто макияжи делаю. И как бы я вижу в среднем температуру по сегменту. За 6 тысяч уже полноценно вот так вот открывают комоды. И там все Шарлотта Тилбери, там Форд. Ну, в перемешку с бюджетом, скорее всего. Но это все равно такое. Да, все равно. А вот скажите, то, что еще просрочка у вас, там, какие-нибудь скидки и так далее. Они обговариваются? Есть у вас? Конечно, когда вы подошли, в любом случае, был бы комменед от салона. Такое не допустим. Да. Извинения в смысле? Естественно. Ну, извинения в формате либо скидки какой-то, либо подарка от нашего салона. Подарка у нас, миниатюра от нашего бренда. Миниатюра это пробнички? Нет, миниатюра это подарочек. Нет, лучше скидку. Скажите, какое готово. Ну, просто, чтобы у меня подписчики тоже это слушали. Потому что людей вопросы, как бы, почему такие денежки вы хотите. При этом не потянув услугу, и то, что окружает человека в сфере этой услуги, что потом не говорят, а у нас не профиль, а надо вот это, вот это. А чтобы он просто пришел на эти деньги и получил полноценную услугу. Самая стоимость конкретно нашей форматом складывается, я уже сказала, из сегмента нашей салона. Из сегмента косметика вот дорогая. Четыре палеточки вложились, теперь отбивайте. Правильно? Знаете, здесь уже не к нам вопрос, сколько палеточек создал вообще производитель. А что вам мешает просто докупить и все? Я не понимаю. Но у вас даже тоник был, санбар, например, да? Потому что мы представляем данный бренд в России. Наш салон представляет бренд Барк. Ну вот Кевин Мерфи у вас уход, да? Не только же Бобор. То есть, если нужно, вы докупайте другие бренды. Правильно? То есть, если не хватает косметики для оказания услуги, вы докупайте другие лаки тоже у вас для ногтей. Еще какой-то бренд, верно? То есть, что мешает декоративке? Просто, если ее недостаточно, ее недостаточно, то четыре одинаковых оттенка. Докупить, например, других брендов оттенки тональника, чтобы как-то вот это соответствовало 6 тысячам. Я поняла, что вы смотрите, как я уже сказала, как я, как всего всего, если вы попали, сказать, что устающие услуги. Здесь уже все в зависимости подбирается от востребованности данной услуги. В нашем салоне востребованность другая. Поэтому мы работаем только на косметике Барк. То есть, кому, например, удобно, если за женщину приходить со своей косметикой, да, не воспользоваться другими брендами, мы не запрещаем. Но конкретно то, что салон представляет, это наш бренд. Другими брендами здесь мы работаем в соответствующих услугах. Ровно как и, например, если не других вариантов. Ясно. Ну, в общем, тогда вопрос к тому, что, получается, особенно вы в это не вкладываетесь, а ценник у вас такой, как будто вы очень положились. Все. Ну, я сказала, в общем... Это ваше мнение? Да, конечно. Вас не назовала? Нет. Выбор, конечно, должен быть желательно, чтобы не тестерами красили. Ну, видите, вот ваше мнение нам важно. Все они передадут это все. Я бы хотела, чтобы мы улучшились. А так сроков на самих тестеров нету, да? Ну, мы их всегда обновляем. Обновляем. Вот кроме вот этого затесалось... Оно сроков нету. Чтобы клиент мог посмотреть, чем его красить, такого нету. Это, наверное, есть. Почему? Ну, тогда на упаковке должно быть. На упаковке? Не знаю. Ну, вот нет. Мне еще разрешили. Можно посмотреть продукт? Вообще, по идее, должна быть вот так вот на каждом. Какая-нибудь наклеечка. Где может потребитель посмотреть срок годности товара и это сильно упрощает задачу. Потому что иначе непонятно, сколько оно все лежит. Но, опять же, видите, если это какой-то бюджетный салон, то там как бы еще подумаешь, предъявляют ли такие требования. В случае, когда уже у вас там люксик, то уже хочется, чтобы это все было без напоминания. Ну, вот здесь тоже нету. Сказать, что в нашем... Тут тоже нету. Возьмем бультерам, скажем. Здесь тоже нету. Может, как-то оно, конечно, бьется, как-то надо искать. Из того, что радует, то, что указано, это вот этот крем непосредственно и тональник. Они с наклейкой. Здесь со сроками годности нормально. Вот это до 26-го года. И вот здесь тоже до 26-го. Но плохо, конечно, что это только один цвет. Есть другие цветы. А, есть. Вот палеточки. Хайлайтер, да? Вот такой он, видите, здесь сливочный, шампанский. Да, приятный. И остались гумба-брабер. Да, гумба-брабер. Мы используем тоже бамбар. Наносим всегда лежа, чтобы карандаш был. Так, никогда, точечно. Чтобы не оставлял пятнышки, да, там, чтобы он не проваливался. Мы всегда его кладем вот так вот. Словно, вот здесь у вас не хватает. Вот здесь хорошая линия у вас, вот здесь. Вы так поднимаете, но не надо много. Прямо по кончикам проходит, ножичками. Чуть-чуть. Подстригаем. Да, да, чуть-чуть прям. И что тогда будет? Будет красиво лежать. Не будет короткие. А я слышала, бровисты как будто против того, чтобы стричь. Не знаете? Ну, это такие бровисты тоже. Если они вот так вот ригут, начинают перебарщивать, то да. То, кто им виноват. Да, да, да. Очень красиво. Красиво идет? Да, вам очень идет. Вот вам прям такой вот образ идет. Получилось одинаковые стрелки в итоге? Ну, слушайте, прям один в один я бы не сказала, чтобы получилось. Мне кажется, даже лучше получилось. Чем у нее? У вас вы красивее просто. Вы просто интереснее. Потому что, может быть, волос у вас такой классный, яркий. Поэтому... Ну, а так глаза не бросаются, что разные стрелки? Слушайте, все. Не разные. Не разные. Смотрите, у нас глаза разные. Так же брови. Когда мы смотрим вот так вот, вот так вот, смотрим, как будто бы это. Но когда мы вот так смотрим, нам надо смотреть всегда так. Ну, то есть вот так могут разные, а вот так одинаковые или как? Да. Да? Потому что вот здесь вот этот глаз у вас чуть-чуть. Чуть-чуть он подвисает. Чуть-чуть. Помаду какую хотите? Можно фобер обвисеть, чуть затемнеть и блеском каким-нибудь и все. Значит, назовите, я не знаю. Потому что он подвисает. Два карандаша-то нет. Четыре у нас для карандаша. Четыре. Всем подходит. Вот такой вот такой. Ну, я не знаю. У вас же светлее кожа. Ну, он с развивкой. Это самый темный, который есть. А так все вот оранжево-розовый. Вся линейка их, да? Вот четыре у него. Грус и печаль. Мне кажется, вот эта, которая вы показали, да. И очень хорошая у нас большая линейка, блески и... Ну, что-то хотя бы есть большое. Хотя уже не очень верится. Ой, блески можно? Не люблю помады. Я вообще им не пользуюсь. Мне не нравится покрытие на губах вообще. Не знаю почему. Максимум какой-нибудь тентующий возьму пигмент в виде помады. И полупрозрачным вот так вот пальцем нанесу. Если, ну, там, чуть-чуть красинку, например. Или розовинку добавить. А с покрытием вообще... Я бы вам не рекомендовала сейчас подводить вот этот вот карандаш. Вот, вот этот рекомендовала сюда. Потому что у вас глаза яркие. И вот этот вот хорошо будет. Все сроков годности нету, да? А он, получается, вот там вот у вас в виде тестеров вот это все лежит. Но мы их докупаем всегда. Докупаете? По мере того, как они заканчиваются? Как они заканчиваются? Мы смотрим на... Сроки годности. А где вы смотрите? Где? А получается вся косметика, да? Вот тут вот. В принципе, это как раз чтобы тестировать, попробовать что-то, да? Что хотите. Просто если оно, конечно, в общем доступе, не то, что у визажиста хранится. Ну, просто вот оно у вас стоит, получается, как в магазине. Или все могут помазать руки себе, потестировать, как это выглядит. А как они? На салфетку, что ли? Ну, вот как тестируют продукт обычно? Вот у вас тестер прям... Блеск помады, например, специальными кисточками. Вот, можете продемонстрировать. Как они наносят себе на губы. Для этого здесь мы работаем. Думаете? Ну, вот... Я не думаю. Ну, вот смотрите, вот чем это вот смазано. Вот здесь, например. Здесь, соответственно, мы уже можем руками посмотреть. А чем? Здесь руками. Руками. Ну, то есть что-то куда-то руками вляпываются, правильно? Просто я к тому, что, конечно, блин, если это вот, ну, вообще полноценные тестеры в магазине, то, конечно, очень странно. Потом их же используют для платного макияжа за 6 тысяч. Притом, что, ну, любой клиент может это намазать на ручки. Ну, что не соблюдается гигиена. Как вы себе представляете там мазать на ручки? А как вот в Литуале в каком-нибудь... Ну, в любом сетевом магазине. Видели, как тестерами пользуются? Нет, не знаю, как там пользуются, потому что я там не работаю. Ну, вот как помаду, по-вашему, пользуют? Как вот? Я вам показала. Мы можем продолжить, потому что меня ждет клиент уже. Ну, ладно, закончим. Просто, ну, вот здесь не выглядит. Обычно пользуют так, как и пользуют тестеры. То есть вытирают об руку. Здесь это видно, что это не кисточками никакими. Ну, тут просто, конечно, видно, что это все просто смазывается. Ну, так, как обычно... Кисточка тоже смазывается. Вы же знаете, это уже не первый год макияжа. Ну, тогда видно. Просто, когда кисточка, то поверхность не неровная. Можете даже потом сделать это? Да, просто это еще невозможно контролировать. Ну, просто я не видела ни разу, чтобы в магазине кто-то там кисти искал. Все вот могут на себя. У нас салон красоты, и при нем есть бутик. Ну, вот смотрите, вот эта кисточка. Алена, я вас попрошу пройти на процедуру, мы с вами потом вместе посмотрим. Блин, ну, я просто, как это на меня мажут? Вот у меня вопросы, что, блин, тестерами, которые в общем доступе... Я думала, что это тестеры, которые хранятся у визажиста, в тумбочке, например, и которым не имеет доступ любой желающий. А у вас, получается, просто на проходе, на ресепшене. Ресепшен стоит стенд с продуктами, где любой посетитель, пришедший на любую услугу, может все это на себя намазать. Потом я прихожу, и за деньги, за 6 тысяч, на меня то же самое намазывают. Здесь продукты, которые не представлены в тестерах. Ну, меня красили полностью тестерами. То есть вот здесь не хватает одного тональника. Ну, то есть это все вымазывает любой желающий на руки себе, на губы и так далее. Это... Ну, из ваших посетителей. Мы работаем в бутике с этими клиентами. Не, понятно, не с улицы там, не... Нет, я имею в виду, что просто так клиент не подходит и не пробует сам. Как правило, всегда это используют в нашей помощи. Ну, вот вы уже сказали, что тут все в кисточками. Хотя мы выдавливаем помаду, видно, что она гладкая, что... Ну, просто обрукаю. Как бы это очевидно, что никто не будет заморачиваться, потому что это тестеры не для того есть, чтобы себе намазать так, как удобно. Ну, просто потом очень странно. Эти же продукты все тесты за 6 тысяч мазать на клиент. Ну, просто я не хочу заканчивать тестерами макияж. Какой вы себе поддали оттенок? Подскажите мне. Да, у визажиста спросите. А на бусте я уже выложила множество новых видео. Например, супер ультра люкс салон, где макияж стоит 8 тысяч. И многое из того, что со мной там происходило, это просто издевательство. Также макияж за 4 тысячи, который мастер делает второй раз за год. Ну, перезатесты Фраше, которые мне позвонили, извинились и пригласили проверить их еще раз. Все ссылки в закрепленном комментарии. Ну, согласна, я права. Не хватает одного цвета, его взяли для меня, то есть он тут стоял. Здесь вот тоже два консилера взяли для меня, они там были. Ну, естественно, их никто там не будет супер аккуратно кисточкой набирать. Никто не будет, все мажут. Просто как удобно. И мы закончим с вами макияж, потому что у нас уже, к сожалению, идет еще время. К сожалению, да. Просто вот отсюда уже взяли для меня тестер. Консилер, тестер был. Сухие продукты, все тестеры. Просто я не видела, что они в общем доступе. Любой желающий может взять их бесконтрольно. Потом это за... Вы можете запретить, что это бесконтрольно и не будете его делать. Ну, как это тестеры, которые на ресепшене в общем доступе? А как еще? У нас нет общего доступа. В смысле? Ну, вот я подошла и намазала. В каком? Нету. Что? Что происходит? Ну, что? И что? Любой другой человек. Какого общего доступа нет? Что произойдет? Ничего. Это тестеры... Спрашивают про косметику. Вот тут было уже вот это вот все. То есть, ну, у вас нет таблички. Там, руками не трогать, зовите адмистратора. Это никак не контролируется. Вот как я сейчас подошла, намазала. Это не только у нас этот вариант. Просто потому, что мы уже вскрыли вот эту помаду, что очевидно ее об руку. То есть, у нее абсолютно гладкий, растаявший срез, который бывает только при соприкосновении с кожей кисточкой. Оно бы было все вот так вот некрасиво. Давайте посмотрим, да, вместе с вами на камере. Конечно. Вот, ну, в смысле, вот это не гладко. Вот это как раз не гладко, потому что оно все шершавое. А это не такая же? Где-то такая же. А вот тут я доставала, подождите, где был абсолютно гладкий срез, растаявший. Вы планируете заканчивать макияж? Ну, с тестерами я не хочу заканчивать. Я вас попросила пройти, там есть не тесты. Посмотрите, пожалуйста. Я вам видела. Я могу сделать то же самое, и будет такой же. Это помада кремовая, а это макияж. Поэтому они разные. Ну, просто вот здесь видно, что здесь нет. Можно не перебивать? Вот вы увидели, что тут нет ни намека на щетку. Но я не хочу тестерами заканчивать, извините. Пойдемте, я вам покажу. Ну, вы согласны? Вот здесь вы видите, что тут... Господи, ну, конечно, вас. Расскажите. Вот это почему? Ну, вот здесь вот вы видите, что он гладкий, что тут нет ни намека на применение кисточки какой-то. Давайте попробуем щёточкой. Я сам попробую, когда мы закончим макияж. Щёточкой попробую, можно? Ну, вот здесь, давайте секунду выделим. Вы понимаете, что вы задержались сейчас? Можно секунду выделить? Вы задерживаете следующего гостя со своим... Можно секунду выделить? Мы уже с вами здесь 10 минут стоим. Я имею право вопросы задавать по процедуре, верно? Да. Где щёточка? Дайте, пожалуйста. Посмотрим просто, как она будет выглядеть. Я слышала вашу просьбу, можно мне продукт проверить, которым собираются меня красить? Вот, вот этот. Можно ещё? Уберите, пожалуйста, от меня камеру. Вот здесь, да, что же было в съёмке? Блин, извините, конечно, мне очень неудобно, но мне кажется, это вообще очень неправильно. Красить тестерами, вы не согласны? Мне говорят, что вот это вот никто не трогает. И, типа, при щёточке, ну, конечно, вот оно, видите, когда мы щёточкой пользуемся, получается вот такая поверхность. Она не гладкая, вот, она вся в полосочках. А если мы используем, ну, на руку куда-нибудь, то она получается вот такая гладенькая, какая она была в первый раз. И всё такое. Да при чём тут время? Вы меня тестерами за 6 тысяч красите, блин. Вы мне рассказали, уже всю дорогу это происходило. Просто я не видела, что они в общем доступе находятся. Как в магазине я пришла бы, меня влетали в Ревгоше или где-нибудь ещё за 6 тысяч накрасили из общего стенда. Вот это вот, что даже принесли мне для губ, то же самое тестер, который взят со стенда. Да, да. Вот, но тоже со стенда, йоксин-моксин. То есть им красят руки себе, естественно, а что ещё? Ну, кто там этим пользуется? А что мы будем облеском этим красить? Вот, вот, новая. Вот так вот беру и всё один раз. И всегда так со всеми работаем. Но это вы, он же там на стенде стоит. Ну, короче, давайте не будем губы красить. Потому что мне не хочется, с учётом, что это можно на все руки нанести. Не контролируется. Тоже со стенда? С ящика, говорю. С ящика? А давайте посмотрим. Если с ящика, то там не хватает. Там другой, вон, видите, все стоят. Ну, ладно, если не со стенда, давайте. Вы на коже имеете в виду мажут? Не мажут никто на коже? Ну, там, извините, видно, что мажут на коже. У нас же здесь девчонки стоят, но администраторы, им не всё равно. Они всё следят. Такого колхоза нет, реально. А какого колхоза тестера для этого есть, чтобы намазать на руку? Нет. В чём колхоз? Вот любой человек заходит, стоит тестером. Нет. Вот, мне кажется, колхоз, это как раз потом людей этим красят за 6 тысяч. А не то, что тестер кто-то на руку себе намазит. Это не такая цена, что вы приезжаете к этому. Нет, это вообще средняя. Но это точно не общие тестеры должны быть. Нет, 10 тысяч там все идите, сходите, там хожу. Да, я делаю и дороже. Но средней цене где-то в районе 4. Это точно не тестеры будут. Там мальчик, да, уже ждёт? Да. Губы я сама накрашу. Ладно, спасибо. Губы вообще не хочется, потому что, опять же, в общем, слизистая. И так как, ну, непонятно, кто этим пользовался, при условии, что оно находится в коридоре, по факту, и куда она мазала, мне не хочется это на губы. Такой макияжик получился. Сейчас послушаем, что он нам скажет. Рассчитывает администратор, клиент, и всё, табличек никаких нет. И ни один клиент не может думать, что он делает что-то неправильно, если тестирует тестеры. Правильно? Вот я руку засунула, и всё. Тут нет запрещающей информации. Я не в курсе, что этим потом за деньги клиентов красят, и надо только палочкой дотронуться. Тестеры для того и есть, чтобы всё на себя намазать, посмотреть текстуру, цвет, как оно растушевывается, да, так как мне удобно. Ну, вот такая ещё, видите, помадка. Тоже очень гладенькая. Здесь она подрастающая. И с обратной стороны она тоже растающая. Странно доказывает, что никто не трогает. Но даже если не трогал, окей. Если это тестеры, которые могут на себя мазать все желающие, почему это столько стоит? Просто вначале нам обосновали тем, что это дорогой бренд. Но, получается, в него вообще никак не вкладываются. То есть, это тут продаётся, и просто сопутствующие тестеры, и так и так они есть, да? Вот видите, ну, блин, тут же очевидно, что это не палочка взяли. Ну, вот смотрите, тоже помадка. Что, она гладкая? Какой вы подход понимаете? Расскажите. Да я не буду вам ничего на камеру рассказывать. Можно руководство, комментарии узнать, как они, ну, вообще? Можно сейчас. Получается, руководство здесь есть, но никак не отреагировало на то, что тут, очевидно, какие-то обсуждения очень громкие происходят. Помните, когда-то меня что-то тестерами красили, там тоже какая-то просрочка была, но я как только это упомянула, там такой кипиш был, и все такие, о, простите, мы не в курсе, чуть ли там, ну, всё давай-то собирать. Ну, в общем, это чуть ли не единственный обзор был такой. Да, вот я спросить хотела. Да. Ноги буду хорошо уже снимать? Не, ну, можно без ног, в принципе. А, без ног? Ну, давайте косметику. И если хотите, чтобы я ответила на все ваши вопросы, отключите, пожалуйста. Ну, просто у меня обзор уже салона, есть уже, как бы, завязка ситуации, как раз про то, что сделают тестерами. Но я понимаю, пожалуйста, отключите. Не буду отключать, нет, не буду отключать, потому что, ну, как бы, уже даже для справедливости важно, чтобы все стороны могли высказываться, потому что, на мой взгляд, это, конечно, недопустимо в салоне красить клиентов тестерами общими, которыми имеет доступ, ну, все клиенты абсолютно, и еще за это ценник. То есть, если бы там какая-нибудь символическая плата была, то надо сказать, что вот, зато косметика профессиональная. Другой вопрос, когда это, ну, за выше среднего, люксовый салон. Я понимаю, что сюда любой желающий может влезть руками, и я показала, как это делается. То есть, я взяла, влезла, и все. То есть, я не в курсе, что тестеры нельзя тестировать, или можно тестировать как-то только по особенному. Смотрите, у нас всегда администратор показывает косметику, тестеры руками не трогаются, у нас есть все щетки, кисточки. А вот я подошла и потрогала, а как не трогать? Ну, у нас клиенты не подходят и не трогают. А как? Это же, ну, это стенд с тестерами, они для этого есть, как в любом магазине, чтобы помазать их, как мне удобно. Еще раз говорю, клиенты у нас тестируют продукцию только с ней. Ну, вот, то есть, только кисточками берут, помады на кожу не наносят. Ну, вот я сейчас как минимум две нашла. Пользуемся только щеточками, одноразными всегда. Ну, вот посмотрите, давайте попробуем щеткой. Давайте попробуем щеткой. Но я тестирую. Давайте попробуем, пожалуйста, щеткой. Ну, пробуйте. Сделайте. На ваш обзор пробуйте. Я попробовала уже на другом, и он стал шершавый, весь в полосках и линиях. У меня нету задачи с вами спорить. Ну, как это очевидно. Я не от задачи с вами спорить. Мы используем. Но есть задача отрицать очевидные факты. Я не отрицаю очевидные факты. Я говорю, давайте попробуем нанести щеткой. Пожалуйста, гладкий слез. Но нет, он стал, смотрите, какой он. Ну, точно так же. Но вы готовы с ними дальше беседовать? Да. Мне тогда кажется справедливым, когда записывается клиент, предупреждают, что вас будут красить тестерами. Ну, вы же не все тестерами красят. Все, но все продукты, которые мы красили меня, с Анисбиркой, но от Фосел, все до одного. Это продукция ПО. Продукция, которая не является для продажи. А для чего она? Это продукция, которая используется для работы в прихватчике. Ну, в пластиковых упаковочках одноразовых тестерах. Да, в пластиковых упаковках. Ну, вот тональный крем мне взяли отсюда. Консилер. Две штучки мне взяли. Вот отсюда. Здесь не хватает двух. Все не тестируются на руках. Пускай даже так, но надо предупреждать клиентов, что у вас в люкс-салоне красят тестерами, находящимися в общем доступе. Очень жаль, что вас не предупредили администраторы. И не предупредили, что нет ресниц, не предупредили, что есть просрочка, не предупредили, что нет цветов. Насчет просроченной продукции, это, конечно, нонсенс. Я разберусь с сотрудниками, они должны следить за тем, чтобы вся продукция была в пределах срока годности. Используем для макияжа только косметику бабок. Вся продукция для работы приобретается вот в такой упаковке. А почему в такой упаковке? Ну, потому что это производитель. Если я куплю, у меня в такой, она будет прозрачная пластиковая. Нет, это... То есть это вопрос салона. Я вам объяснила, не снимайте. Я себя снимаю. Если вас качество макияжа не устроило, очень жаль. Ну, сам процесс, конечно, это ужас. А, то тогда мы оплату с вас брать не будем. Я его смогу, хорошо. Я могу оплатить работу мастера. Нет, не нужно. Потому что она, конечно, не предупредили. Два часа она меня потратила. Плату я брать не буду, но и... Стоять и выяснять отношения абсолютно бесконечно. А как это выяснять отношения? Я же не просто там обсуждаем высокие материи. Это конкретно по услуге. Я просто уже 4 года каждый день хожу по салонам. Я такое вижу, честно говоря, уже в первый раз. Макияжа вы довольны остались? Ну, относительно, да. А из всего произошедшего это было самое приятное. То есть результатом вы довольны, да? Очень жаль, что не выстрелили вас. Относительно довольны результатом. Что у вас не устроило? Ну, есть референс, можете сравнить. Ну, просто, да, здесь нет. Потому что мы... Ну, я даже форма там и так далее. Ну, что-то есть. Но, честно сказать, все как бы подпорно, потому что 6 тысяч это уже включает в себя хороший уровень косметики, которого здесь нет. У нас хороший уровень косметики. Только тестеры. Они не тестируются. У нас никогда таких вопросов не возникало. Всегда все были довольны. У нас всегда продукция со свежими сроками годности. Вы скажите, сколько обычно мастер получает за свою работу, и я эту сумму оплачу? Я не буду, это компетенциальная информация, во-первых. Во-вторых, мы договорились с вами, что... Ну, мне хотелось бы, мастер старалась оплатить ее труд, косметику. Я считаю, конечно, такое оплачивать нельзя. Труд мастера я бы оплатила. Я вам еще раз говорю, что оплату мы с вас брать не будем. Вы ей заплатите за время потрачено? Я еще раз говорю, это внутренний процесс салона. С вас оплату брать мы не будем. Про тестеры я вам все объяснила. Ладно, до свидания. Мне-то сказали, они хотят с меня оплатить, но я бы вам перевела за потраченное время. Руководить, извините, по-другому распределиться. Ну, ладно. Какую работу можно сделать? А, это... Давайте, да. В общем, мне показалось, что 2 500 будет справедливая цена. Что там, комиссия? Вот так. Продолжение банкета и заключительные мысли. Я немножко, знаете, чуть-чуть за себя испугалась. Адекватно ли я смотрюсь, потому что что-то как-то у меня бомбануло, я думаю, не сильно ли. То есть, мне, знаете, не нравится, когда из-за какой-то мелочи человек такой... О, ну, ни хрена себе, что происходит. И я даже слышала такую пословицу, мне как-то на душу ложится, что масштаб вашей личности определяется вещью, которая может вывести вас из себя как-то так. Ну, типа, чем вы масштабней, монументальней и больше, тем надо большему случиться, да, как-то выводящему вас из равновесия. Когда вы по каждой фигне психуете, то как бы есть вопросики. Но все-таки, когда я перепроверяю эту ситуацию, мне кажется, что не фигня у нас произошла. Я реально, я такого не помню. Когда еще у нас было в каком-то салоне... Слушайте, это не Бабурба, случайно, кто помнит. Тоже был какой-то стенд с косметикой. Что-то я вспоминаю, что же это был за косметикой. Но это был точно другой салон. Находился он в другом месте, но, может быть, даже формально так же назывался. И там тоже был стенд с тестерами, где была просрочка. Здесь из плюсиков они, конечно, все-таки есть. Это расположение довольно хорошее. То, что просрочку я нашла только одну. Она тоже у них же продается, то есть санбар. И его здесь же можно приобрести. Но что касается косметики, там, где были сроки годности, я нашла просрочку, хотя бы приглядывалась. Но вот основное все происходящее, мне кажется, это, конечно, не очень адекватно. Если вы хотите стоимость выше среднего, ну, должны предоставить сервис на таком уровне. А здесь вообще... Ну, то есть это побочный продукт продажи косметики декоративной. Потому что если они и торгуют, то так или иначе им нужны тестеры. И вот они стоят. И все, не вкладываются ни в обучение мастера, ни в какое-то разнообразие продуктов, да. Не в то, что, ну, допустим, даже линейка узкая очень. Красят клиентов, простите, тоже тестерами, не полноценными продуктами, которые в красивых футлярчиках, да. А вот этими пластиковыми тестерами, которые не выделены отдельно, специально под услугу коммерческую. И, допустим, они бы там хранились в какой-то тумбочке. И к ним бы не имели доступ все желающие. А они просто стоят в коридоре. И все. И потом этими материалами непонятными красят клиентов. Да, там доказывали мне, что... Конечно, нет, чья рука не касается. Но я тут же взяла и коснулась, опровергла эту теорию про то, что никто не касается. Ну а сколько таких людей за день бывает? К слову, важный момент, что помните, в начале меня визажист красила из тюбика аппликатором консилера. То есть наносила прямо на кожу. И для нее было ок. Даже когда я спросила, что происходит, она даже не поняла. Опять же, очередной аргумент в пользу того, что вряд ли прям все тряслись, как бы посетители на себя ничего не намазали, если вот уже на клиента нормально мазать. И все даже не поняли, что что-то идет не так. Просто у нас не выработан в принципе навык, что тестеры нельзя трогать. Потому что в любом магазине они есть, их трогать можно. И тестеры, которые выглядят как тестеры без дополнительных пояснений. Конечно, не как-то мысль в твою голову не вносит, что это что-то эксклюзивное другое, чем потом должны платно клиентов красить. Ну, короче, даже, допустим, если все там суперконтролируется, хотя у меня возникли вопросы, потому что, опять же, помаду, которую я об руку потерла, да, и которую мы трогали, эта кисточка аппликатором, она абсолютно по-разному выглядела. То есть от нее оборостки остаются. И потом, когда пришла администратор, конечно, она когда касалась помады, она старалась максимально не давить там супер лайтово, чтобы не коснуться и ничего там следов не было, чтобы как бы показать, что и от этого аппликатора может быть гладкий срез помады. Но когда это делала я просто, в общем-то, там очень сильно вот эти рельсы видны. Мне кажется, все-таки помады отличаются. То есть там были те, которые реально в последний раз как минимум пробовали аппликатором, и они не гладкие. И те, которые были абсолютно гладкие, подраставшие. Мы это, конечно, ну, прямо на тысячу процентов контролировать не можем. Но в целом ощущение у меня, как у клиента, который пришел за ценник выше среднего, что вот это все стоит в коридоре, и мне носят вот этим, меня мажут как бы. Это как? Если бы я, честно сказать, всю процедуру думала, что я просто косметика в виде тестеров, она где-то специально дополнительно куплены экземпляры. И как-то еще с этой мыслью я немножечко смирилась. Думаю, ну ладно. Когда я увидела, что они реально просто тут же продают, тут же все это пробуют, и тут же за 6 тысяч меня этим накрасят. Ну, при том, что у нас они супервизажи с эксклюзивными навыками, которые делают только макияжи, суперинтересное креативно преображающее лицо. Что ты такой уже пофиг на косметику, вот он, вау, результат. Да, да, это немножко не наш случай. То есть моя сторона умничка такая старалась, под меня там пыталась подстроиться. На все мои претензии она говорила, да, да, в целом, ну да, я согласна. Там, конечно, на себя она не брала ответственность, что это типа, ой, не я должна за сроками следить. Хотя, если она на этом работает, ну, и лица клиентом тоником протирает, то очевидно, ну а кто еще? Как бы, если это ваш продукт, не должны же посторонние люди, у которых свои задачи, ходить проверять материалы других специалистов. Ну, конечно, я думаю, что это в ее власти, и она должна это контролировать. В общем, несмотря на то, что она где-то там пыталась себя ответственность снять, что да, продуктов мало, у меня есть свое, но я не принесла. И по ресничкам надо было вам предупредить, чтобы вы со своими пришли. Очень жалко, что вы не пришли со своими, а вам не сказали. Ну, ладно. Как бы все равно это все было в такую милую оберточку, завернутую доброжелательную, где она не делала из меня дуру, что типа, что за бредовые мысли вам в голову приходят, а она соглашалась. В отличие, где-то от администратора и управляющих, которые, ну, почему-то на мои, как мне кажется, абсолютно разумные возмущения говорили, что ли не, ну, понятно, что вы тут скандал закатить устроили. Идите макияж продолжайте. Да не хочу макияж продолжать. Такой косметикой не надо мне красить. И потом я уже вроде как косметикой. Мне сказали, что этого на стенде не было. Но я понимаю, что проверить я это, блин, никак не могу. Чтобы загладить конфликт, естественно, ну, могут сказать что угодно, но эти бирки not for sale, они прикреплены на месте. Я вижу пустые ячейки на стендах, как бы что-то оттуда взяли. В том числе над помадами там были две пустые, как бы, ну, для блесков, судя по всему. Я уже хрен его знает, что это. Ну, то есть не должно быть за эту цену точно такого, что украсят тестерами еще, которые просто в коридоре лежат, как бы пользуюсь я не хочу. Остальное как будто бы померкло. Потому что, блин, во многих салонах за 6 тысяч уже люкс-перелюкс и уже такой выбор там есть. И мы с вами возмещались, когда только люкс, но, значит, маловато цветов. Мы такие, ой-ой-ой, можно было цвета купить. А тут ни цветов, ни тестеров, ни нормальных упаковок, ничего. Из плюсов, что в итоге мне предложили это не оплачивать, да, но это тоже с такой, знаете, сделано, что типа, ну, раз я такая скандалистка, то хрен с вами. Ну, то есть у меня осталось у меня ощущение, что салон сожалеет о произошедшем, что, конечно, адекватно говорить, предупреждать, потому что это не на каждом углу встречающая есть вся, когда вообще салон не покупает продукты, на которых он услугу коммерческую предоставляет, а просто потому, что они есть, так как мы тут еще и продаем это. Ну, и, конечно, у меня вопрос, а сфига ли это столько стоит, почему я должна платить? Из классного было бы, если бы подготовка кожи была какая-то полноценная, и тут же я могла бы попробовать продукты, как тоже есть в салонах во многих, что если это их специализация, то логично, ну, она не в том, что у них три тестера, только эта фирма, а в том, что мне, например, кожу как-то классно, вкусно увлажнят, расскажут про каждый продукт. Специализация на этом брензе заключается в чем-то приятном, а не в ограничении. То есть мы вот так называемся, поэтому ничего другого мы не покупаем. Ну, извините, у вас в цене заложена полноценная услуга, если этого недостаточно, значит, надо что-то купить. Хорошо. Даже в концепции этого бренда, почему нет нескольких продуктов, которые бы подготовили кожу? Чтоб я с ними познакомилась, например, но почувствовала, что хоть где-то эта цена оправдана, что у нас там тоник-бобор, сыворотка-бобор, крем-бобор, какой-нибудь вокруг глаз, еще что-то, ну и так далее. Я такая, вау, ну понятно, тут сервис, как бы 6 тысяч, ясно, и что мне что-то понравилось, я куплю. Тут, извините, у нас был просроченный санбар, и потом тестеры эти мне вынесли, где один из них была умывалка, которую на меня не применили. Ну, и сыворотку в итоге мне еще нанесли, тоже как бы плюсик. Но, как бы, это могло бы быть гораздо более впечатляюще, что ли, и так, чтобы это выглядело, как обоснование цены. В нашем случае вообще даже близко, если честно, я не поняла, за что они хотят 6 тысяч с меня. Немножко меня еще расстроило, как бы, по факту то, что участники процесса, ну, в частности, управляющие, блин, может, очки снять, видно там меня? То, что по факту участники процесса, как будто бы сказали, ну, раз вам не нравится, можете там не уплачить, но тоже не было это, знаете, с точки зрения мы рассмотрим, да, мы там подумаем, а как-то больше, что, ну, вообще-то всем, кроме вас, все нравилось. В общем, я несколько расстроилась, если честно, хотя мастер старалась, и я где-то там закрытый чат скидывала кружки, и мне девчонки, ну, и мальчишки писали, Алена не плати за это. И мне так неудобно, и мастер заглядывал, что там, что там писать, ну, понятно, ей было очень интересно. В целом, макияж выглядит сильно проще, чем на референсе, то есть, по сути, у нас вот такие аккуратные стрелочки, но чего-то не хватает, два часа у нас на них ушло, и то мы их переделали, в том числе под моим руководством, то есть, хорошо бы, конечно, чтобы было больше практики именно с какими-то чуть более сложными мейками, чем просто с мокки. И то у меня нет ощущения, что прямо они у нас одинаковые, то есть, немножко они такие специфические, именно то, что стрелка достаточно высоко на веке расположена, ну, в общем, странно, при этом она не по восходящей линии, то есть, не к виску, а скорее горизонтально, но при этом высоко расположена, видите? В общем, интересная такая форма, в целом, ну, мне кажется, все равно меня этот мейк украсил, то есть, глаза вытянули, они такие лисичками получились, хотя они очень похожи на запрос, который был. Но, конечно, все испортило, что в целом ты приходишь на люкс, а тебя красят тестерами из коридора. Как бы там это все не называлось, мы контролируем и так далее, все равно общее ощущение, типа, куда вы мои деньги тратите. Почему вы не купили нормальную косметику, почему? А вот это вот, как бы, все равно не пропадает же добру, а вот это вот на меня все наносится. Пишите, что думаете. Права ли я? Что бы вы отметили? Тоже по процедуре, я очень надеюсь, что владельцы прислушаются и как-то по-другому посмотрят, потому что это, конечно, максимально странно. Кто хочет смотреть полные версии без вырезок, со всеми нюансиками, то welcome на Boosty. Там у меня есть и эксклюзивные ролики просто с какими-то вещами, которые для ютубчика я предпочитаю вскрыть. Поэтому всем подписчикам Boosty отдельный пламенный привет, а вам, что досмотрели до конца, еще если поставите лайк, то вообще просто мое сердечко дрогнет. Целую вас, жду в комментариях и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok